Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Александр. Очень рад вас видеть, друзья. И приглашаю вместе со мной попробовать новый рецепт завтрака или такого перекуса. Вообще, мне кажется, должно получиться обалденно. Самое главное, что тесто там готовится на раз, два, три, очень быстро. Ну и потом весь процесс занимает несколько минут. Поэтому сегодня мы с вами готовим сырные лепешечки с начинкой. Что для этого надо? Сейчас расскажу. Для рецепта нам понадобится сыр твердый, я его даже уже натер, здесь 70 грамм. По пол чайной ложки соды, соль и сахара. У меня здесь две сардельки и кусочек вот такого колбасного сыра. Стакан кефира и мука, 200 грамм, тоже просеял. Первым делом, друзья, пока будем замешивать тесто, сардельки отправим отвариваться. Они даже могут вот так сами дойти в кипящую воду и несколько минут отварятся. Рецепт моментальный, поэтому все делаем очень быстро. Отправляем сюда кефир, сюда же соду, сахар и соль. И все аккуратно, но при этом тщательно перемешиваем. И теперь сюда же сыр, весь без остатка. Перемешиваем. Засыпаем муку. Сейчас по чуть-чуть буду досыпать. Хорошо вымешиваем и наше тесто готово. Вот такое великолепное тесто у нас получилось, буквально за одну минутку. Все, займемся начинкой. Трем сыр и сардельки. Это тесто делим на 10 колобков. Начинаем формировать наши лепешечки. Теперь раскатываем небольшие лепешечки. Вот такие. И нашу начиночку сюда. Раз. В серединку. И теперь собираем. При этом стараемся, как это сказать, прям, наверное, поплотнее собрать. Выгнать лишний воздух с лепешечки. Сейчас еще припылю чуть-чуть. Вот так сформировали. Перевернули. И еще раз аккуратно раскатали. Вот такая лепешечка пойдет у нас на сковороду. То же самое делаем и с сырной лепешечкой. По центру накладываем сырок. И вот так плотненько-плотненько собираем. Вот так собрали. Оп! Вот, вы видите, даже пришли наши кошечки. Чуют-чуют вкусную лепешечку. Обжариваем лепешечки на сковороде на медленном огне с обеих сторон до готовности. На небольшом количестве масла. Вот такие лепешечки. Аккуратненько переворачиваем. У нас получается. Аромат обалденный. Красота! Пока дожариваются остальные лепешки, я хочу прям попробовать разрезать и показать, что и как получилось у нас внутри. Смотрите, они воздушные. Они не лепешечки, а пирожочки какие-то. Так, это у нас с сарделечкой. Сейчас попробую найти с сыром. Ну вот рискну разрезать вот это. Вот он с сырочком. Сырочек поплавился. Можно использовать любую начинку. Сосиски, кусочек мяса, курица. Более того, друзья, можно вообще это тесто жарить как готовые лепешки. Ох, они тоже получатся волшебными на вкус. Ба-бам! Все готово! Вообще, мне на нашем проекте, на другой кухне, очень нравится готовить новые блюда. Делиться с вами. Это во-первых. А второе, пробовать. Пробовать первым. Сейчас я попробую. Выберу лепешечку, которую мы делали с начинкой с сарделькой. Ммм. Ммм. Это нежность. Вот есть песня «Нежность». Это про эти лепешки. Реально. Обалденно. Первые лепешечки мы готовили на открытой сковороде. Остальные я прикрывал крышечкой. И за счет этого тесто, сами лепешки просто воздушные. Они реально как вот, они тают во рту. Начинка, ну, она уже готова. И сардельки, и сырок очень вкусные. Но при этом, это что-то. Это вот реально, это завтрак-перекус на ура. Королевский завтрак и перекус. Друзья, очень рад был с вами поделиться. Во-первых, очень быстро. Во-вторых, неимоверно вкусно. Видали, как я заговорил? Прекрасные лепешечки. Готовьте вместе с нами. Делимся с вами любимыми нашими рецептами. Пробуем новые рецепты. И всегда рады вам. Ставьте лайки, обязательно. Это нас приободряет и воодушевляет. Подписывайтесь на наш канал. И оставайтесь с нами. Будем дружить кухнями. Все, пока, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok